здравствуйте еще раз мы находимся на конференции мблт мой гость вадим макеев евангелист опера в россии евангелист да вы говорите у вас так написано в трудовой книжке но на самом деле не важно что у вас написано в трудовой книжке расскажите что скрывается за этим словом главное кто в душе да что подразумевается под этим словом и почему именно так и есть ложилась так есть такое слово ближе всего подходящий к евангелистам пропагандист но у него есть такой сомнительный окрас поэтому негативно немножко да да и поэтому проще себя называть евангелистом то есть в 90-х появились такие софтверные евангелисты на западе и потихоньку этот термин перерос вообще у людей которые рассказывают о чем-то пропагандируют в хорошем смысле то есть я стараюсь отвечать на все вопросы которые появляются у разработчиков в веб разработчиков технологов в россии под наших продуктов рассказываю каких-то новинках именно с точки зрения технологий соответственно помогая своим коллегам если какие-то вопросы технологические если вы продуктовый человек на самом деле я скорее технологически чем 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 там какой-то потом продуктовый я просто как стал какой-то разработчиком до до сих пор и являюсь в душе поэтому технологии мне интересно я сегодня очень сильно старался как бы не углубляться самое сложное что я сегодня сказал это тонкий линукс не повторяйте хорошо ладно расскажите мне что собственно вы пропагандируете так сказать в хорошем смысле в последние полгода я так понимаю опера выпустила не один продукт за это время вот реперные основные вещи что что вышло и какой результат дало я пытаюсь в основном рассказывать о вещах о новых технологиях которые разработчики могут использовать для того чтобы сделать что-то интересное то есть с точки зрения меня как как технолога человека который интересуется всякими такими нюансами и подробностями мне больше всего было интересно появление в барте си так так технологии для трансляции видео между устройствами то есть можно взять телефон другой телефон и созвониться по интернету просто из браузера то есть не нужно ставить какой-нибудь skype какой-нибудь hangout или что-нибудь просто берете заходите на сайт вы тут же созваниваете человеком которого есть веб-камера и браузер и вот эта технология появилась в нашем в нашем доступном браузере в нашем браузере для андроида соответственно и теперь очень просто как бы созвониться с видео раньше это было люди выпускального продукта смотрите можно видеозвонок делать а сейчас это вот так просто как открыть браузер и ничего даже ставить не и вот это было пожалуй самое интересное за последние там за последние пожалуй полгода мы опять же появляются новые всякие технологии но я обещал не говорит много сложных вещей опять же появляются всякие всякие api то есть такие возможности по более глубокой интеграции браузеров систем раньше видео можно посмотреть только поставишь как он флеш-плеер то сейчас видео работает прямо в браузере и вот вот подобные вещи то есть раньше вам приходилось не знаю какие-нибудь яндекс картах писать как проехать с улицы на которой я нахожусь улицу которая хочу приехать сейчас вы нажимаете кнопку браузер сам вычисляет где вы находитесь и строит маршрут от вашего текущего расположения это гео-локейшн api это возможность браузера понять где вы находитесь если вам разрешили и вот вот подобные вещи потихонечку приводят простые странички сайтов к к виду приложений к виду к программ полноценных и мы уже теряем грани где там приложение где сайт вот вот подобные технологии они пожелать самое самое интересное что происходит я правильно понимаю что все технологии так или иначе развивается для упрощения жизни пользователя да это ну тут если просто упрощать это мы упрощаем имеющиеся но важно придумать что-то новое чтобы было еще интереснее стабильность это прекрасно но скучновато поэтому мы пытаемся изобретать какие-то новые подходы новые вещи экспериментируем вот я сегодня рассказывал про наш браузер кост которым не пустили осенью это был чистый эксперимент то есть был человек была идея он пришел ему сказали папа попробуй попробовал выстрелила вот мне нравится как раз наша компания то что у нас возможность прийти с идеей и реализовать ее достаточно в нескольких словах вот то что вы рассказывали про про сильный эксперимент повторите пожалуй ну вот суть его была в том что где-то год назад вот мы запустили в сентябре где-то за год до этого появилась идея сделать браузер который не имеет интерфейса то есть штука интерфейс когда вы написали что в текстовом поле и нажимаете кнопку найти то есть вот текстовое поле кнопка найти это интерфейс любой интерфейс то зло то есть он это дополнительный шаг который нужно сделать чтобы получить результат соответственно мы попытались избавиться от интерфейса и сделать так чтобы не было никаких кнопок ничего просто как бы есть одна рука которая вы держите устройство вторая рука который вы порхать поэтому устройство переходите вперед назад обновляете и так далее то есть вы взаимодействуете с браузером как с программой как самой операционной системой ios в которой браузер выпущен идея взлетела много было очень хороших отзывов многом пользователей полюбили причем не просто наши традиционных пользователя много новых много новых людей которые как бы знали что такое опера но как бы с пользоваться другими продуктами вот у нас получилось создать независимый браузер на ios который полюбился людям благодаря оригинальной идее вот собственно вот это вот эта история для ipad исключительно вот собственно мы запустились на ipad в сентябре и вот по-моему в марте этого года мы вышли на айфоне оказался еще популярнее чем ipad потому что то что у тебя в кармане она ближе к телу во всех смыслах и мы сначала разрабатывает продукт как идея именно для планшетного компьютера который проводит вот ты на диване и ты ты такой смотришь а на бегу вот оказалось что это тоже полезно то есть в кармане без интерфейса вот очень просто одним там большим пальцем если вы современный человек или старомодный указатель а если я хипстер то это было плат в платформе уже заложены какие-то идеи которые собственно явились каким-то прорыв про прорывными на рынке что с устройством с сайтами можно взаимодействовать не просто вот моя мышка я сейчас кликну раз палец самый непосредственно сам самый лучший интерфейс это в общем ваш палец даже даже не стилус и поскольку эти идеи уже были заложены в самой операционной системе самому устройстве мы вдохновились наверное этой идеи подумали что вот именно на этой платформе можно сделать это все быстро и просто как бы эксперименты чем хороши что ты решаешься на них только если понимаешь действительно не потратишь на это не угробишь на это несколько лет мы смогли за год написать продукт и выпустить его и показать довольно просто потому что нам не приходилось писать все с нуля там уже много всяких возможностей просто на системе было и вот сама идея устройства сама идея операционной системы и модель взаимодействия подтолкнул нас каким-то новым идеям и вот получилось получился браузер который выглядит более естественно в этой операционной системе чем встроенный браузер это удивительно но он чувствуется как будто как будто он там должен был быть по умолчанию давно какие эксперименты над андроидом проводите над андроидом мы проводим экспериментом собственно мы перезапустили наш основной продукт под android мобильную оперу в прошлом году на новом движке соответственно мы полностью переделали интерфейс сделали несколько новый режим сжатия то есть главные эксперименты там сейчас они идут более такой традиционной калии но на самом деле там очень много чего можно сделать по улучшению скорости пол 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 более понятному интерфейс то есть в прошлом году мы запустили самую базовую версию браузера который просто работает открывает сайты там есть закладочка еще что-то такое после мы начали экспериментировать интерфейсами сделали несколько возможностей несколько режимов переключения вкладок то есть можно получить его потом поскольку сейчас устройства это не просто телефонный планшета это телефон маленький телефон по большему игру While Roller каждый выбирает вот мы держим в руках устройство это у нас телефон или планшетника выбирает только его хозяин как его использовать звонить вот так или его или использовать этот планшет соответственно мы дали возможность переключать разные режимы интерфейса телефонный самый базовый там средненький планшетный режим соответственно вы можете выбирать как использовать вот вот мы больше работаем более традиционный колея как я уж как сказал с интерфейсом и сразу с налогами сжатия вот так но как бы идеи достаточно вот просто как они появляются идея есть человек и сиди все 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 просто на самом деле какое-то вдохновение приходит при ты брейн шторма там проводится в компании не знаю или вот вы сидите и думаете один в одиночестве в закрытой комнате и не я частенько бывал раньше сейчас совсем переехал в норвежский офис и там все построено как open space то есть там люди все сидят за в одном большом помещении не всем по разным этажам и я регулярно слышу как люди просто подходят друг друга так присаживаться рядышком и говорят а вот место к идее и вот раз два три и это все как снежный ком потихоньку катится и когда это как-то кристаллизуется это все присвоит это все превращается в новые фичи в браузере в новые в новые продукты насколько иди отсеиваются так и не получив я думаю 99 процентов иди отсеивается потому что по-настоящему хороший брейн-сторм подразумевает что ты несешь полную чушь и именно вот из этого из этой ерунды неожиданно когда ты мыслишь не логично и нетипично появляется яркий день ну как бы если бы я увидел услышал идея давайте сделаем браузер без интерфейса вот просто вот сидя брейн-стормев какую-то идею я подумал куда нажимать а вот когда человек не просто вы просто кин в кинул идею а потом еще занялся прототипом и показал на самом деле работает вот это вот завелось давно вы переехали норвежский с месяц то есть я так скажите как 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 вам новый менталитет новый уклад я на самом деле в компании уже лет пять работаю и для меня этот совершенно не новый офис не новый менталитет но вы же наверняка не в норвегии я просто у нас там центральный офис в основном да и все сотрудники достаточно часто бывают там поэтому этом этом перезимовал пару лет назад то есть для меня город уже я хожу там закрытыми глазами я просто принял решение что как бы там будет мне интереснее ближе к процессам который там происходит работать куда вы движетесь дальше то есть какие реперные точки для вас важны в будущем вот ближайшее время я имею ввиду с точки зрения развития продукта ну сейчас мы фокусируемся на то есть вот это вот достаточно нетипичным был продукт кост и я думаю мы продолжим экспериментировать в этом направлении но в основном мы сейчас пытаемся сделать решение которое принципиально улучшит наши технологии сжатия то есть у нас есть сейчас новые разработки как сделать не просто чтобы сайте прижимался там два раза и вы платили там меньше меньше денег за за ваш трафик а так чтобы решить главную проблему интернета видео потому что видео это как ну как кирпич как бы его не сожмешь не разрушить а мы сделали мы приобрели компанию которая владела некоторыми технологиями с соединили это с нашим опытом в виде опера минимум сжатия наших продуктов трафика и сейчас вот запускаем новые технологии сжатия которые позволяют оптимизировать видео на лету то есть идет идет огромное видео с котиком с ютюба сначала заходит на сервер становится гораздо меньше вот этого не менее смешнее и возвращается к вам телефон и вы в итоге платите меньше и видео не тормозит и вот это вот из из таких публичных озвученных направлений на пока мы еще там громко об этом особо не объявляли но известно да пожалуй важно и потому что сколько какой бы там 45 g 7 8 10 не запускай телефоны будут все прожорливые сот сот количество в городе не сильно увеличивается соответственно здесь у меня gps а здесь у меня 4g а как бы интернет один и тот же поэтому нужно решать эту проблему не просто на уровне там увеличение мощностей там ускорения именно конечным пользователям что у них было быстро и просто вот эту задачу мы в частности решаем мы сами каким телефону пользоваться iphone исторически сложилось но к счастью мы меня как я на самом деле дом и зоопарк девайсов то есть я понимаю планшет на windows то есть я как бы я сижу за столом тело что-то за ноутбуком пересаживаюсь кресло мне там рядом же планшет на windows я продолжаю работу сажусь еще куда-нибудь на другое устройство всем пожалуй я пользователь всех всех существующих платформ но вот в кармане iphone потому что вот так сложилось всеми разработками компаниями естественно тоже пользуетесь ну очень сложно работать где-то и не верить в продукты которые делаешь когда я только попал в компании у нас такая была достаточно хроменькая версия для мака или чем я мак юзер я очень долго то есть это никак не связано с моими непосредственными рабочими обязанностями но я очень долго педалировал тему того чтобы нам нужен нормальным браузер под мак я доставал разработчик доставал тестеров и в итоге получилось я прям вижу вот вот эта вот штучка вот этот вот бак закрыли вот это все хороший браузер то есть когда ты сам пользуешься продуктами у тебя есть меркантильный интерес не чтобы они работали и это важно чтобы люди верили в то что они делают поэтому естественно пользуясь всеми продуктами и у меня здесь теперь возможность пользоваться больше благодаря тому что к кост для айфона вышло и в будущем будет еще больше возможности как бы ios перспективная платформа так что мы будем делать еще что-то на ней и у меня такой финальный вопрос не совсем про компанию наверное по как это сказать по вашему рабочему состоянию ну поскольку вы постоянно работаете с продуктами да с какими-то технологиями мне кажется что это должно накладывать отпечаток на вас безусловно и мне всегда было интересно да просто я на себе и чувствую в другой сфере не всегда было интересно что происходит с такими вот людьми как вы когда вы берете на я не знаю телефон и открываете другое приложение любое вы можете пользоваться нормально или вы сразу думаете на чем он сделан как он сделан и что здесь вот это за кнопочка тяжело же наверно я еду в метро я смотрю на рекламу в вагоне и думаю как ее сверстать в браузере вот это вот нужно вот этот блоком сделать все что такое это это тяжело когда я вижу что какой-то сайт тормозит я не просто гневно закрываю браузер я открываю исходный код почему он тормозит несколько болезненное состояние но мне нравится напоминаю что мы находимся на конференции мблт в гостях у меня был вадим макеев евангелист опера в россии спасибо они